А мы закроем комментарии, чтобы мы с ней порвали. Айка, это что за красота такая вообще? Ты мне можешь объяснить вообще? Тай сок, чай, воду, напиток. Смайл! Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал! С вами Айка, Эмили и... Ас-Патима снова зашла в чат. И сегодня мы с вами будем кушать шашлычок куриный. Ссылочка будет в инфобоксе на рецептик. Так, приступаем, налетай! Вы нам здесь задали вопросики. Посмотрим, какие хорошие вопросики вы нам задали. Ой, посмотрите, как это аппетитно выглядит. Фатя! Хорошо, что мы не играем, кто больше, а то все будут думать, что я из-за денег ем. Это реально очень вкусно. Обязательно готовьте в домашних условиях шашлычок. Фатя, у тебя такие красивые сегодня сережки. Нестандартные. Я люблю нестандартные вопросы. Кстати, насчет сережек. Алик стоит полдоллара. Было ли такое, что вы купались в душе и упали? У меня нету душа. У тебя есть душ? А, да, у тебя есть душ. Ну, допустим, в ванной. Нет, но было такое, что душ упал на меня. Как вкусно! Я просто хочу сидеть. Обожаю помидоры. Как вкусно! Твоя мама приготовила демьянку. Я его делала вот так, поклон просто. Баклажанку. Я обожаю всех мам. Когда моя мама готовит мне вкусняшки, я признаюсь ей в любви каждого. Вау. Я представляю, я мама, и каждый день мне нужно готовить для ребенка еду. А я сама голодная. Поэтому я не понимаю, что хорошо, что я не торопилась с этим делом. Патя знает, что она отворит. Патя знает, что делать. Там закрыто. Ой, Айка, рассказывай, чем занимаешься? Ты уже достала свои летние вещи из шкафа? Нет. Нет? Я тоже еще не достала. Я вспомнила одну свою оранжевую майку. Подумала, что она хорошо будет смотреться в кадре. Я ее купила в Турции. Я там хотела купить джинсы и шорты. Продавец мне сказал, бери все, майку от тебя достанется бесплатно. И ты взяла все. Да, он сказал, что майка достанется бесплатно. Я так посчитала, смотрю, получается 6 долларов. Он говорит, ну 6 долларов, считай, бесплатно. Ну, 6 долларов, майка. Так что мораль басни такова. Бесплатно только сыр в мышеловке и шашлычок дома у подружки. Вообще-то у подружки шашлычок расплатишься там на выходе. Короче, забыли про подружку. Бесплатно только сыр в мышеловке. Все, ребята. А знаешь что? Я знала. У нас у знакомых был магазин, я вам так скажу. И там не давали чек. Это моя банальная тема. Не давали чек. И, в общем, ты, получается, покупаешь вещи. И он тебе говорит, я тебе делаю скидку. Там, не знаю, 10 долларов. И ты такой, вау, скидка 10 долларов. Да, возьму все это. А получается, что он просто говорил больше стоимости. Делал скидку. О, на 10 долларов больше говорил. А потом, типа, делал скидку и продавал дешевле. Вау. У нас так в Азербайджане закрылось несколько магазинов в Парк Бульваре. Включая Деменамс. Деменамс вообще международный бренд. За границей. За границей. Там бывает косметика. Вот так он у нас был. А почему закрылась? Вот из-за того, что ты говоришь. Они что делали? Перед скидкой повышали цену. Потом делали скидку. Там можно было даже отклеить наклейку и увидеть, что они повысили цену. Получается, что скидки нет. А это дело не так. Он просто... Когда человек покупал вещи, он отдирал... Естественно, у него цен не было, да? Да. Он отдирал этикетки. Он говорил, я не могу пробить, потому что у меня не работает кассовый аппарат. Делал вот так вот на этом, на калькуляторе. И говорил, например, с вас 100 долларов. А по идее из него должно было быть 90 долларов. А он говорит, ладно, делаю вам скидочку. 90. Афельс, да. Мелкое мошенничество. Да. Зато бизнес процветает у него. А как если, например, человек зашел, посмотрел на этикетку и уже увидел эту цену? Ну, если он делает так, да, когда ты покупаешь 5-6 вещей? Он говорит, бери все, а я тебе сделаю дешевле. А он сам делай. И то есть, если ты это увидишь, у него был как бы запасной выход, да? Он говорил, ой, я неправильно посчитал. Ну да, естественно. Перепутал, не придеретесь просто. Моя мама всегда в таких случаях говорит, когда неправильно считает, почему именно в свою пользу. Один раз перепутайте в пользу клиента. У нас так был продуктовый магазин во дворе. Это не совсем продуктовый магазин, это лавочка. Такая продуктовая. И каждый раз мне там давали неправильную сдачу. Ой, Айка, у нас по дому был магазин. Там работала женщина. У нас тоже женщина, может, это одна и та же. У нас тоже глубоко заклинусь. Она была аферистка. Она знает, что делала? Там в современных аппаратах на компьютере, когда сканером прибиваешь, там прибавляется, правильно? Она предыдущего клиента вещи не убирала. Типа разницы нету. И сверху считала. А потом, типа, она перепутала. И считает мне сдачу, как будто бы я купила еще предыдущие. А на самом деле этот человек до меня купил, а она просто не обнулила кассу. То есть, вы поняли? Я как бы плачу за того человека, который уже заплатил и ушел за предыдущего клиента. И он и за себя заплатил, и Фатя и за него тоже заплатила. Вот так вот получалось, да. В конце этот магазин купили вообще. Глубоглазая женщина у нас тоже была глубоглазая женщина. Но много глупоглазых женщин. Может быть, это не одна и тоже. Аферистка. Каждый раз она мне это делала. Я уже забесилась. Сколько можно. Ты искала еще других лопов. Просто понимаете, когда магазин по дому... Мы, конечно, старались там не делать базарных по-крупному. Шоппинг. Ну, иногда бывает, что нужно что-то быстро спуститься по дому купить. И ты покупил один хлеб, и она говорит, с вас 97 долларов. И ты такой не врубаешься. В смысле? Ну, там она проворная была. То есть не так все просто было. Она так делала. Когда у меня две-три вещи, и там вы меня... Одну вещь купили, например. Да, пару вещей дешевых. И каждый раз она говорила, что... Ой, я перепутала. Но бывает, вы же не можете придраться к человеку из-за того, что он что-то перепутал. Еще я ходила в один магазин. Каждый раз там ценник не соответствовал товару. То есть я понимаю, бывает, когда просто рядом лежит, и ты путаешь. Да, смещение пришло. Да, это понятно. Это почти везде, к сожалению. Так почему-то у нас как-то это не продумано. Не знаю. Но тут, например, ты покупаешь мицеллярку от чистой линии, а тебе выпивают мицеллярку от черной жемчуг. И в чеке у тебя более дорогая мицеллярная вода от марки черный жемчуг. Что они мне сказали, что... Ой, мы перепутали. И у нас вообще того товара, который вы взяли, чистой линии нету в системе. И мы не можем его вам продать. Напишите имя, фамилию. Целую анкету мне просили заполнить. Подпишись здесь, подпишись здесь. Потом еще здесь дополнительно еще раз напиши свое имя. Оставь свой номер. А еще. Когда вас просят оставить ваш номер в каком-то магазине... Никогда не делайте. Реально. Это потом каждый раз тебе пишут смс-ки, отправляют, что у них скидки, акции. Лучше сразу поменяйте номер. Дали номер сразу. Пошли домой, поменяли. Ребята, у нас есть мол портбаку. Это мол люксовых вещей. Но не так часто. Это как цунг у вас. Да. Я не так часто там бываю. Но там Диор, Шанель, все такое, Гесс. Макс Мара. Ой, не дай бог до старшим свой номер. Я уже блокнула. Здесь они меня не смотрят. Очень милый персонал. Очень стараются. Даже слишком стараются. Это мило. Понятно. Это их работа. Но они каждый раз звонят. Сколько раз вы бы знали. Только бог видел. Сколько раз они мне звонили. Я их просила не звонить, а посылать мне смс. И они прям звонят. У нас, ну, они уже, я сблокнула их везде. Я звоню на смс. Они, внимание, пишут в WhatsApp мне, понимаете. Оказывается, там тоже надо было блокнуть. Я просто в шоке. Я попросила, что удалите мой номер, или же мне просто посылать смс, когда скидочки, например. Или чтобы не было, посылать смс. Не надо мне звонить. Я не могу отвечать. Я привыкла, что мне звонят только по важным делам. Потому что я ни с кем по телефону не трещу. У меня нет времени. Поэтому я Фатю называю олигарх. Я ее переименовала в телефоне в олигарх. Потому что она любит жить на широкую ногу. Это я экономлю. Покупает 10 хайлайтеров от Революшн. И Фатю идет покупать один от Диорда. Очень умно. Больше не буду. Я себя уже переименовала на олигарх. Ты преувеличиваешь, детка. У меня мама говорит, тебе кто-то написал вчера. Мама говорит, олигарх? Ты общаешься с каким-то олигархом? Я говорю, мама, да нет. Кому я нужна? Это Фатю. Ну а почему она олигарх? Я купила один хайлайтер от Байкам 3 года назад. Просто он нескончаемый. Потому что у меня еще 5 от Революшн за 20. Она решила теперь что. Это божественно. Айка. Твоя мама. Я поклонилась ей. Честно. Она начала смеяться. Я просто... Матушка, спасибо. Класс. Так тебе в ресторане не дадут. Домашняя еда все-таки она домашняя. Отличается. Конечно. Я смотрю, что делаю. Мой любимый фирменный шаурма. Я вчера такую шаурму кушала. Не такую крутую, как у меня сейчас. Такую шаурму. Кстати, после 18-го числа снимают карантин. И мы можем пойти... Куда? Погусить по шопингу. И по ресторанам. По магазинам. По магазинам. На шопинках. Вкуснотища. Упс, упс, упс. Упс, упс, упс. Ты в гостях. Веди себя прилично. Упс, упс. Мало того, у меня сверху с соседями уже поругалась, подралась. Снизу осталась. Я рыбчик хочу петь. Мне здесь не разрешат петь рыбчик. Я буду только на славу ко мне. Не, ухажи. Да, рыбчик, я сделаю как же тобой подсимаю. Это можно, просто не стучи. We gonna rock, we gonna rock you, baby. We will, we will eat you. Я эту лохушку уже догоняю. Смотрите, я уже доедаю. А мы ее скурить. Себе меньше положила. Ты же гостеприимная у меня, да? Да. Реально, это очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. Правда, вот этот вот дымок не чувствуется, но тоже очень вкусно. Давай на вопросы ответим. Ну, мы обязательно. А по тебе на один вопрос, вы нас порвете. А мы закроем комментарии, чтобы они с ней порвали. Сейчас мама зайдет. Суши или кутабе? Ну, кутабике тоже вкусно, но суши. То и другое вместе по порядку. Будет мукбанг троём? Я очень хочу мукбанг троём. В кем? Или с шелли. Или с айдин. Втроём как-то. Я не люблю втроём. Мне нравится классика вдвоём. Вы бы хотели сделать пластическую операцию? По-моему, вы уже обсуждали это. Я нет. Мы вчера разговаривали с моим парнем. Я не знаю, ты говорила или нет. Все говорят, что я повторяю одно и то же по 10 раз. Ну, в общем, он сказал, что в медикал... Ну, короче, в какой-то больнице в Баку умерла девушка. Так и знала, что ты сейчас такое скажешь. Вот. Из-за пластической операции. Твоё время. Поэтому я не хочу делать их. И он мне такой говорит, ты никогда не будешь делать пластические операции. И мне так это понравилось. Я такая, ооо, мужик. Да. Ооо. Я люблю в наших мужчинах, что они... Мужчина. Вот. Ну, не все. Не все, как нельзя. Вот так. Вот так вот. Это лучок ты любишь, Фатя? Я тебе могу завернуть домой. Смотрите, она мне заворачивает лучок вместо шашлычка. Да, вы поняли, да, прикол? Ничего, ты приди ко мне вводь. Я тебе редиску заверю. Чесночком. Что же мне? Шашлычка не осталось. Можешь, одолжите меня. Но в долг. Карта... Гальтер Махшет. Всегда, когда мы снимаем что-то на Айкук, вот... Надо прийти мне сюда, как нужно снимать. Ты мне сообщи, пожалуйста. Я не заставлю себя долго ждать. Можно я скажу? Я человек не гордый в маляске. Можно я то скажу? Ты можешь не перебивать. Хорошо. Кушай свое это. Отстаешься. Просто поесть. Каждый раз, когда я снимаю блюдо на Айкук, а потом кушаю на Мукбанке, тебе пишут... Пойдем. Сейчас она ударит меня. Я тебе за шашлычком. Ладно, говори. Как раз она не заметит, как я неаккратно ем, пока ты говоришь. Все, я честно... Ладно, все, я честно молчу. Ты можешь под столом есть, если так переживаешь. Короче, все переживают, что... А что будет есть мама? Ребята, у меня мама не... Ест то, что она хочет. Дома полно продуктов. Я вам снимала, что в моем холодильнике. Вы же видели, как я богатой живу? Откуда вы знаете? Катя, может, она еще столько же приготовила со своей мамой вместе, а не приготовили. То есть, откуда вы знаете? Например, может, я суши заказала отдельно маме, она вообще сидит и ест там. Странно. Мне тоже пишут это. Да? А что едят твои родители? Ой, лучок. Давай драться. Тоже отнять у меня последний кусок не дам. Айс, ты очень в тему. Да. Потому что он айс. Айс, айс, бэби. Там-там-там-там-там-там. Та-дам-там-там. Потому что... Я радуюсь, потому что... Любимый бренд косметики. Я радуюсь, потому что скоро закрыт этот дурацкий карантин. У меня уже язык заплетает. Уже от... Не хватит кислорода. Уже не могу. Уже целый месяц у меня не было в бутике. А не думаешь, я умерла уже. Не знаю. Ты не контажешь, не фейсбукиешь. Не контажешь, не фейсбуки. Только ютублю. Любимый бренд косметики есть у тебя? Революшин. У меня даже не знаю. От какого бренда у меня больше всего косметуса? Революшин. Очень сложный вопрос. Или мебели. Мне очень нравится колор-поп бренда. Я не все там пробовала. У этого сложный вопрос. Их много. У меня от всех брендов по чуть-чуть. Революшин нравится. Она постоянно скупает косметику Анастасибы. Анастасия существует за счет Фати. Да ладно, две политочки. У Фати есть любимый блогер. И если она говорит, что, не знаю, вот купите эту вилку. Она стоит 1000 долларов. Но ей очень удобно рисовать стрелки. Фатя скажет, да ладно. Все, Фатя пошла в очередь в магазин. Естественно, я сделаю. За вилкой. Я считаю, что настоящий поклонник должен быть такой. Дело в том, что я доверяю ее мнению. У них поклончиво. Я взрослый человек. Понимаю. Такую прическу сделала. И, короче, сегодня я лакушка походу. Надеюсь, вас не раздражает, что я говорю. А если даже раздражает, то комментарии закрыты. Так что можно пораздражать. Чуть-чуть раздражать. Чуть-чуть раздражать. Если чаю, шучу, не отписывайтесь. Я не назло никому. В общем, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на канал Аскватимы. Ссылочка будет внизу. Хватит это доест в процессе того, как я говорю. Ждите наши совместные видео. Также обязательно смотрите видео, где мы одни. Одни. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok